Сегодня наш гость Владимир Николаевич Лукьянов, председатель городского совета ветеранов. Владимир Николаевич, здравствуйте. Очень рады нашей встрече, тем более, что и повод приятный. Сегодня во многих городских школах прошли последние звонки. Вспомните, как это было у вас. Здравствуйте. Очень приятно встретиться было с вами сегодня. И я вспомнил свой выпускной. Последний звонок состоялся 24 мая 1973 года. Была хорошая погода. На стадионе школьном собралось 5 выпускных классов. Больше 30 человек в каждом. Была хорошая атмосфера. Учителям подарили цветы и прозвучал последний звонок. Все происходит до сих пор одинаково во всех школах. Независимо от городов. Я смотрю, и приятно сегодня было это вспомнить. А какую школу вы закончили? В каком городе? Откуда вы вообще родом? Я закончил школу номер 2 города Рогачева, Гомельской области, Республика Беларусь. А как в Котласе оказались? В Котласе я оказался волею случая по распределению после окончания высшего учебного заведения Киевское высшее военное авиационно-инженерное училище. Я окончил в 1989 году и был направлен служить в город Котлас на электромеханический завод военным представителем. И вот с этого началась моя жизнь в городе Котласе. Я прибыл сюда 9 августа 1989 года. Котлас стал для вас родным. Что вам вообще в нашем городе нравится? Город Котлас стал для меня за это время родным городом. Конечно, он за эти 30 лет очень изменился. Построены новые дома, магазины, центры развлекательные, парки, где людям есть где отдохнуть. И приятно выходить сейчас и смотреть, как люди радуются, что все в городе цветет, убирается. Вообще нравится отношение людей к Котлашан, к своему городу. Сейчас посмотрите, все улыбаются. Есть у вас в городе любимый уголок, куда вы очень часто ходите, отдыхаете, быть может, душой? Ну, конечно, это парк, сквер. Мы туда иногда ходим у вечного огня, потому что это наша память и ветеранов, и всех. Мы там часто бываем, отдыхаем. Сейчас у самолета делается новая зона. Мне с балкона хорошо видно. Я представляю, это будет, наверное, самое лучшее место в городе. И, конечно, очень приятно. Владимир Николаевич, как так получилось, что вы стали заниматься общественной деятельностью? Что вас на это сподвигло? Общественной деятельностью я начал заниматься в 2008 году, когда познакомился с Харитоном Венинским Семеновичем, который пригласил меня поучаствовать и помочь комитету ветеранов войн и военной службы. И вот так я втянулся. Сначала помогал как спонсор, а потом приходил на собрание, потом помогал им выполнять определенные поручения вместе с ними. Ну и так втянулся. И Венин Семенович предложил стать мне председателем ветеранов войны и военной службы. Я стал им. Мы стали заниматься ветеранами. И как бы вот я втянулся и пять лет проводил эту работу. Писали проекты, ставили мемориальные доски. Комитет, вы все знаете, что построил памятник адмиралу Кузнецову, часовню построил. Потом очень много ветеранов в 2015-2016 году ушли из жизни. И как раз из комитета. И нас осталось там три человека. И когда мне предложили возглавить совет ветеранов города Котласа, я согласился. Потому что работа была мне знакома. Она идентична. Только мы там занимались чисто ветеранами войны. А тут всеми ветеранами города Котласа. И военной службы, и ветеранами труда, и детями войны. В общем, все знакомо. Владимир Николаевич, а что вам нравится вот в этой общественной работе? Что не нравится? С какими трудностями приходится иногда сталкиваться? Иногда люди звонят ночью. Иногда днем, в конце рабочего дня. И просят помощь. И уже из этого исходишь. Какую помощь можешь им предложить в данный период времени? Куда обратиться? Или подождать? То есть, когда у человека беда приходит, то первое, куда они идут, конечно, обращаются ветеранские организации. Ну и мы им стараемся помочь. А вот в этой работе ваше военное образование, ваша военная подготовка помогает каким-то образом? Конечно, потому что мне приходится принимать решение, анализируя обстановку на данный момент. Есть такие моменты, что некогда рассуждать. Надо принимать решение. Я принимаю, действую. А когда есть возможность вынести вопрос на обсуждение совета, президиума, это делается, конечно, на совете. Я потом объясняю, почему я принял такое решение. Владимир Николаевич, я знаю, что городской совет ветеранов, как это ни странно, активно занимается проектной деятельностью. Ветераны пишут проекты. Расскажите про это направление и какие проекты были реализованы. За два года, пока я руковожу советом ветеранов, мы реализовали шесть проектов. Некоторые из них вы, наверное, можете увидеть, придя к памятнику «Дети войны» и «Друженики тыла». Мы уложили плитку, чтобы ветераны могли спокойно подойти и положить цветы к памятнику. «Дети войны» и «Друженики тыла». И как бы было красиво, эстетично, и данный ансамбль принял уже законченный вид. Вот это мне приятно. Мы работаем с общественными организациями. Детский клуб «Радуга». Мы для них купили видеокамеру, и они снимали ветеранов, их жизненный путь. То есть, был до 20 фильмов про ветеранов, и целый блок сделан. Как бы это останется в нашей памяти. Также у нас проект был «Туризм для пожилых». Мы посетили город Плесецк, где ознакомились с жизнью космодрома. Посмотрели музей. Очень понравилось нам. Также мы съездили на Вилец, посетили там Кривеческий музей. Тоже все были, и голову мамонта видели, и большое собрание рыб и фауны местной. Тоже понравилось это. Ну, я хочу сказать, что мы продолжаем эти проекты, и в этом году будем также ездить. Также выпустили книгу «Солдатская слава». В ней отмечены котлашане, которые получили высший орден солдатской славы. Там 136 человек вошли в него. Большая работа была проведена советом ветеранов, президиумом. Каждый отвечал за свое дело. И, конечно, Виталий Иванович Плотников, писатель наш, смог скомпоновать эту книгу. Большое ему спасибо за эту плодотворную работу. Ну, и, конечно, весь совет ветеранов. Какие планы у вас, как у председателя городского совета ветеранов, что бы вам еще хотелось сделать в нашем городе для ветеранов? Мы реализуем такой проект «Ветеранское движение по месту жительства». И вот сейчас Любов Николай Михайлович занимается этим проектом. Ветеранскую организацию «Наддоки» хотим восстановить. Там сейчас сменился руководитель клуба «Наддоки». Очень хорошая женщина, которая хочет заниматься ветеранами. То есть активных ветеранов набрать, и чтобы они организовали для начала клуб. И потом остальные потянутся. Николай Михайлович вот пытается реализовать этот проект. И я думаю, что у нас получится это сделать. Также мы хотим еще предложить Котловскому электромеханическому заводу, директору, чтобы он тоже на заводе ветеранскую организацию организовать. Чтобы люди могли общаться. Потому что у них была общая жизнь. Завод все-таки 1974 года. Очень многие ушли на пенсию. И людям надо общение ветеранам. Для них это самое главное. Вот вы посмотрите, мы проект организовали, что мы проводим новогодний бал. И уже третий раз на новогодний бал пришло больше 500 человек. Яблоку некуда было упасть. Недавно вся страна отметила Великий праздник, День Победы. А как его отметили котловские ветераны? Котловские ветераны в этом году, значит, мы вместе с драмтеатром. Был организован спектакль благотворительный, небесный тихоход для ветеранов. Мы распределили билеты по всем ветеранским организациям. И в Лименду, и в поселок Вычегодский, и здесь в городе. Организовали чаепитие. Спектакль всем понравился. Это вот совместно драмтеатром. Ну, проведение 9 мая ветераны участвовали, они шли в колонии. К сожалению, очень мало ветеранов пришло на праздник. Таких самых уже возрастных, потому что мне пришлось обзванивать их. И вот я хочу сказать, что три человека только было, кто воевал на праздник 9 мая. Мы не только ветеранским движением занимаемся, мы же занимаемся еще и патриотическим воспитанием молодежи. У нас же клуб «Победа» есть в поселке Вычегодским, который занимается Марина Меньшакова. У нас дети есть. И вот это приятно, что патриотическое воспитание в городе очень развито. Мы же ходим в школы, рассказываем детям, проводим занятия, лекции читаем, о войне рассказываем. Мы занимаемся патриотическим воспитанием. Я хожу и присутствую на зорнице и зорничке, принимаем, смотрим, как дети занимаются строевой подготовкой, стараются выполнить нормативы. Все-таки это подстегивает и воспитывает в наших детях патриотизм. Давайте вернемся к теме последних звонков. Накануне вы побывали на последнем звонке в школе номер 76. Как у вас впечатление, как вам поколение нынешних ребят? Мне очень понравилось подрастающее поколение. Ребята очень ответственные, умные, выступили хорошо. Я смотрю на родителей, они плакали, что дети выросли. И это последний звонок, и они выходят в жизнь. Вот, конечно, было приятно смотреть. Что пожелали ребятам? Я ребятам пожелал сдачи ЕГЭ и получить аттестат. Вот это самое главное в жизни, получить аттестат и поступить, конечно, в высшее учебное заведение. И закончить его. И, конечно, они, наверное, были довольны, что такое пожелание. И сказал им добрый путь, чтобы все их мечты сбылись. Владимир Николаевич, спасибо за наш разговор, за чашкой чая. Здоровья вам и благополучия. Не только вам, но и всем ветеранам города Котласа и поселка Вочегодский. Ну, а ребятам, выпускникам мы пожелаем ни пуха, ни пера.